В Ульяновске стартовала специализированная российская креативная неделя музыка. В город на Волге съехалось около 200 спикеров, представителей музыкального бизнеса страны. Это топ игроки, медиахолдинги, радиостанции, продюсеры, музыканты, организаторы музыкальных фестивалей, представители органов власти, исследовательских компаний, институтов культуры и искусства. Как отмечают организаторы и гости, российская креативная неделя музыка – это новый отраслевой опыт. Российская креативная неделя, она, конечно же, объединяет все 14 отраслей креативных в стране. Но мы видим, что сегодня именно музыка пронизывает каждую креативную отрасль. И геймдэй, и киноиндустрию, и анимацию. Поэтому мы очень рады, что именно отрасли, музыкальные отрасли, мы уделим здесь, в Ульяновске, три благотворных дня. В центральной сессии «Всё в этой музыке», «Образование», «Творчество», «Бизнес» принял участие начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков. Когда президент написал указ о национальных целях, и там появилась цель увеличения доли креативных индустрий, креативной экономики, мы пошли именно по реализации креативных индустрий по разным направлениям. Мы начали с музыки, и в Ульяновске проходят первый такой тематический форум. И, мне кажется, для этого Ульяновск пойдёт в историю развития креативных индустрий. Ульяновск выбран площадкой для проведения российской креативной недели не случайно. В регионе на протяжении более 10 лет ведётся работа по развитию креативных индустрий. На областном уровне лучшим из лучших ежегодно вручается премия «Ульяновская область. Креативный регион». Мы 11 место занимаем в рейтинге креативных регионов и 12 место в рейтинге креативного потенциала согласно исследованиям высшей школы экономики за 2023 год. В 2021 году область вошла в топ-5 регионов номинации «Креативный регион года» национальной премии «Рашин Кретий ФВАЦ». Ульяновск – первый город в России удостоенный статуса креативный город ЮНЕСКО. Организаторы и участники мероприятия попытались при помощи форума нарисовать полноценную карту музыкальной отрасли России, где отражаются отраслевые проблемы, а также сформулированы задачи федерального масштаба. Генеральный директор ЦИОМ Валерий Фёдоров озвучил любопытные результаты опроса о музыкальных предпочтениях россиян. Согласно ему, музыку слушает 89%. Рейтинг музыкальных пристрастий возглавляет рок. Его предпочитает каждый четвёртый в нашей стране – 24%. А далее в топе следует «Шаман». Отечественный исполнитель Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом «Шаман», набрал в рейтинге 19% упоминаний. Примерно такая же доля упоминаний о классической музыке – 18%. Напомним, что Российская креативная неделя музыка включает не только деловую программу, но и фестивальную, которая пройдёт на разных площадках города в течение следующих двух дней. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Улл Правда ТВ.